Больше всего изменений в сфере образования. С этого учебного года дети получили возможность приоритетного зачисления в школу или сад, если туда уже ходят их родные, братья и сестры. Плюс с 1 сентября вступают в силу поправки, согласно которым учеников начальных классов школ должны кормить горячей едой хотя бы раз в день. Что важно, бесплатно. Регионы смогут получить на это субсидии из федерального бюджета. И еще о детях. Больничные на ребенка до 7 лет включительно теперь будут составлять 100% среднего заработка. Стаж при начислении выплат для родителей больше учитывать не будут. Ожидаемая новость этой осени – гаражная амнистия. Теперь россияне смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых уже давно стоят их гаражи. Воспользоваться упрощенной формой регистрации можно будет начиная с 1 сентября и в течение 5 лет. Кроме того, с 1 сентября закон даст возможность вернуть часть суммы, уплаченной за страховку, если вы досрочно погасили свой кредит. Раньше бывало такое, что это право приходилось доказывать в суде. Без суда теперь можно будет и объявить себя банкротом. Правда, если ваш долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Для этого можно просто обратиться в МФЦ. При этом с вас уже должно быть нечего взять, то есть никакого имущества. 7 сентября расширяются права иностранцев. Теперь приезжие могут быть принимающей стороной для граждан других стран и предоставлять им жилье. Заявление можно будет подать в миграционную службу, в том числе в электронной форме. Ослабят ограничения и для осужденных. Они смогут отбывать наказание в том регионе, в котором живут родственники. Поправки вступают в силу с 29 сентября.